Китайский вояж обошелся ей в месяцы, проведенные в больнице, и стоил инвалидности третьей группы. Альбина Гаврилина до сих пор ходит с трудом и держится за спину. Летом прошлого года она отправилась отдыхать в Удалянче. 8 июля на обратном пути из этого курортного города в Хэйхэ в дождь автобус с туристами столкнулся с грузовой машиной. Автобус несколько раз перевернулся и упал в кювет. Люди выбирались через лобовое стекло. Тогда пострадали человек 15. Я вот на четвереньках вот так стояла, понимаете, вот в этой грязи, в этой луже. Я была вообще грязная. Ну, как, боль такая была страшная. Я просто не могла встать. И вот затем, когда автобус пришел, нас всех опять же погрузили, я еле-еле сидела. Я еще полтора часа ехала до Удалянчи в такой вот позе согнутой, хотя это было нельзя вообще. Грузовик подрезал туристический автобус на мокром асфальте. У женщины оказался закрытый компрессионный перелом позвоночника и перелом ключицы. В результате в 55 лет ей дали третью группу инвалидности. Случай признали страховым. И страховая компания тогда выплатила ей 6996 рублей и 34 копейки. У них есть положение, согласно которому рассчитывается этот ущерб. И там черным по белому написано, что если у человека поломан позвоночник, то это 10% от страховой суммы. Посчитали, что эти деньги покроют все ее расходы. 11 месяцев лечения в больнице, 3 месяца лежать просто на постели прикованной. Пострадавшая направила иск в мировой суд. Она хочет вынестить материальные убытки, деньги, потраченные на лечение, и взыскать компенсацию морального вреда. Это 88 тысяч рублей. Всего чуть больше 100 тысяч. Прошло первое заседание. Ответчики, турфирма и страховая компания. В последней говорят, в претензии пострадавшей сразу после трагедии суммы возмещения указано не было. Поэтому компания и посчитала обоснованным выплатить ущерб около 7 тысяч рублей. Нынешние чеки из аптек, где пострадавшая покупала лекарства, показались представителю сомнительными. А вот моральный вред страховщик, оказывается, не возмещает. В договоре есть такой пункт. Данный договор, институция подписан. С условиями договора она согласилась. Договор не оспорен. Он является действующим. Поэтому мы полагаем, что в данном случае страховая компания никакой ответственности не должна нести за причинение какого-либо морального вреда. В турфирме тоже не согласны с требованиями своей бывшей туристки. Там предлагают обратиться за компенсацией к страховщику. Пока мы считаем, что наша вина в этом случае не усматривается. Так как у нас турист был застрахован, как это предусмотрено законом, об основах туристической деятельности Российской Федерации, то ему необходимо обратиться в страховую компанию для получения необходимых страховых выплат. Пострадавшая согласна пойти на мировое соглашение. Но пока не ясно, согласны ли другие стороны. Заседаний, возможно, будет еще несколько. А пока Альбина Гаврилина продолжает получать 650 рублей в месяц от государства за инвалидность и кое-как работать. Здоровье хоть и не купишь, но оно тоже стоит денег. Светлана Рожкова, Иван Черных, Альфа Новости.